Друзья, всем привет! Вы слушает SDCast, 57 выпуск. С вами в этой студии, как всегда, я, Кейтс Даймон. Сегодня у меня в гостях Игорь Антонов, темлит в компании DaliJasso, наставник в HTML Академии и организатор Habarovs.js Meetup по фронтенду. Игорь, привет! Всем привет! Ну, по традиции, расскажи чуть больше про себя, может быть, как ты вообще попал в IT. В IT. Давай так начнем, издалека. Окей. Ну, в IT я попал, как и многие из твоих гостей, прочитав журнал «Хакер». Только у меня началось все от обратного. Сначала меня взломали. Я компьютерами особо не увлекался. Где-то в 2000 году у меня появился первый компьютер, появился первый тормознутый Dial-App интернет, и у меня угнали пароль. В конце месяца пришел внушительный счет за телефон, и приходилось объясняться тогда еще перед родителями, почему такая сумма и что с этим делать дальше. Мне стало интересно, как такое могло произойти. И мне попался журнал «Хакер», и я решил, что там и найду ответ на свой многострадальный вопрос. Конечно, тогда злоумышленника нашли, им оказался мой бывший приятель, который меня успешно протроянил. Было время таких троянов, ПВЛ-хаки всякие. Ну да, да, я помню те времена, когда там в Dial-App, чтобы диайлеры, которые, значит, там все это тырили, пароли, действительно было. Так, хорошо, ну что дальше? Купил первый журнал «Хакер» и начал разбираться в теме. Естественно, я там понимал мало чего там написано. Тогда там еще писали много про игры, но уже были какие-то темы, связанные с безопасностью, которые были понятны новичку. Вот, собственно говоря, так я загорелся, и там в журнале «Хакер» был такой известный автор, он написал потом вот такие несколько книг, Миша Фленов, он вел рубрику тогда «Кодинг», и я увлекся программированием, собственно говоря, по его рубрике. Начал пытаться программировать на Делфи, самостоятельно изучать, покупать какие-то книжки. Ну вот, собственно говоря, так я и вошел в IT. Ясно. Слушай, институт, соответственно, образование, ты тоже уже пошел в этом же контексте, да? Или это когда было просто по времени как-то? А вот с институтом получилось интересно. Я хотел учиться поступать на программное обеспечение, но у меня у родителей были немножко другие взгляды, и они в то время почему-то не сильно поддерживали эти начинания, и учиться пошел я на юриста, как ни странно. Пошел учиться на юриста, но программирование я продолжал изучать, писал уже туда активно на Делфи, изучал Линукса. Тем более-то, Делфи появился под Линукс в виде Куликса или Каликс, как правильно, не знаю. И со второго курса я пошел работать уже программистом. То есть, устроился в компанию, учиться стал на заочке и работал программистом. То есть, стал получать реальную практику. Начинал, опять же, с Делфи и транзакта SQL, а потом перебрался так вот медленно, наверное, в недры 1С. То есть, стал использовать платформу 1С-предприятие для разработки. Слушай, да, очень так интересно. Слушай, вот таких случаев, кажется, еще не было. То есть, с детства вроде программисты, обычно там, ну, логично куда, значит, все там в это же направление, а тут, значит, юрист. Ну ладно, об этом мы еще поговорим, насколько, так сказать, интересно твое образование. Оно тебе там вот с точки в твоей, так сказать, все же уже, так сказать, карьере именно как программиста, да, так сказать, разработчика как-то помогает? Все же есть какая-то польза такая? Ну, ты ощущаешь, либо считаешь, что, в принципе, ну, вот просто так сложилось, и, в принципе, мало от этого какой-то пользы? Ну, юристом я на практике никогда не работал. В плане, помогает или нет, наверное, можно вспомнить один случай, когда оно действительно помогло. И я тогда начинал писать статьи в журнал «Хакер», и там как раз была тема про спам, и нужно было подготовить материал законодательства с точки зрения, спам с точки зрения законодательства. И вот тогда какие-то навыки, полученные в институте, то есть формулировки, умение ориентироваться в законах, вот они туда помогли. Больше, наверное, такого случая не припомню. Понятно. Ну, ладно, хорошо. Ну, давай, наверное, тогда поговорим поподробнее про 1С. Вот, потому что, думаю, что многие слышали это словосочетание, особенно на, скажем так, постсоветском пространстве. Вот, 1С, там, не знаю, предприятие, 1С, бухгалтерия и прочее, там, 1С, битрикс, если говорить про веб. Вот, но расскажи все же, может быть, и так издалека, да, все же, что это за платформа, что она из себя там представляет, вообще какие, так сказать, цели, задачи, функции. Давай, давай, окей. Окей, давай попробуем. Ну, 1С, предприятие, это все-таки именно платформа, хотя у многих до сих пор она ассоциируется сугубо с бухгалтерией, с торговлей, ну, то есть с решением непосредственно каких-то определенных бизнесовых задач. То есть это, в первую очередь, платформа, под которую могут быть разработаны отдельные приложения, или как они называются в терминологии 1С, конфигурации. Мне вот здесь вот больше всего как-то импонирует понятие, что это можно сравнить с чем-то Дотнетом, то есть есть Дотнет, и под него можно писать какие-то программы. Ну, собственно говоря, также под 1С есть платформа, и под нее можно писать какие-то программы. Писать программы нужно на встроенном языке, который выносит мозг всем программистам, которые пришли из других языков программирования, потому что по умолчанию приходится писать на русском языке. Да, да, это вот самая, пожалуй, такая известная, да, значит, тема. Потому что я тоже вспоминаю там, когда если вот эти КЦ, там страшные какие-то такие циклы, циклы как-то так, конечно, да, немножко непривычно, скажем так, обычному программисту, который там в любых других языках, где там по умолчанию все какой-то английский, хотя, с другой стороны, почему бы и нет. Да, это выглядит поначалу очень непривычно, и когда я начинал программировать на 1С, как раз после Delphi, у меня просто выносило мозг, и это было непонятно, то есть вот эти русские, русское именование операторов, русские функции, все это выглядело непривычно. Вот, но на самом деле это не проблема, потому что если прямо есть большое желание, можно писать на английском, на английском, но это больше будет актуально, если идет речь о разработке конфигурации для нужд компании или для себя с нуля. То есть тогда можно вводить какие-то правила, чтобы везде было единообразно, и писать на английском. Тогда язык мало чем отличается от других. То есть есть все те же самые условные операторы, ифы, циклы, в принципе, все как везде. Вот, и 1С, ее можно рассматривать, как говорится, из ранних версий, издалека, они очень отличались от того, что есть сейчас. Я впервые познакомился с версией 7.7, которая получила самое большое распространение на территории России. На ее основе автоматизировали практически все начальные предприятия, в начале нулевых автоматизировали все предприятия, и в ней было ряд проблем. То есть там вот язык вообще ужасный, и с ним работать крайне сложно. Он напоминает чем-то basic, там еще не было понятия такого, как запросы. Запросы были, но там была реализация какая-то своя, и их понять было очень сложно. Ну, то есть имея хороший опыт работы с транзактором SQL, там с ANSI SQL, написать запрос на 1С77 было сложно. Я скажу так, что когда я начинал, я до сих пор не понял, как это делается. То есть на самом деле было ужасно, и тогда я просто переметнулся к нормальным языкам. И так, наверное, все было до платформы 8.8.0, которая привнесла новый подход к разработке, и, собственно говоря, сейчас все развивается на тех началах, которые задала первая версия 8.0. Взрослость платформы также отразилась на поддерживаемых СОБД, то есть 1С предприятие может работать в нескольких вариантах. Под вариантами я подразумеваю использование базы данных. То есть самый простой вариант – это когда 1С предприятие работает в файловом варианте. В этом случае 1С создает свой файл с базы данных и хранит там ваши данные, которые вы накапливаете в процессе работы. Это самый простой, так сказать, дешевый вариант. Он подходит для совсем маленьких организаций, где нет огромного количества пользователей. Ну, под огромным количеством пользователей мы здесь подразумеваем выше 15, то есть выше 15 активно работающих пользователей. Вот если эта цифра превышает, конечно, это еще зависит от самого решения прикладного, то файл вариант от 1С начинает тормозить и работать с ним становится невозможно. С выходом платформы 8.0, так скажем, восьмой ветке разработки, восьмой ветке платформы, одинестники начали поддержку различных взрослых СУБД. То есть идеально поддерживается Microsoft SQL Server, если не ошибаюсь, уже поддерживается даже самая последняя версия этой СУБД. поддерживается PostgreSQL и реализована поддержка даже Oracle Database. Ну, вот я с Oracle не работал, поэтому здесь нюансов не могу рассказать, а вот MS SQL и PostgreSQL вполне себе отлично работают, поэтому их можно использовать и даже нужно. А сейчас текущая версия какая? Сейчас текущая версия 8.3, 8.3, 8.3.10, если быть точным, и уже есть отдельная ветка 8.4. Но 8.4 пока в тест находится в глубокой альфе, и поэтому актуальная версия 8.3.10. Понятно. Слушай, ты вот сразу, знаешь, сказал, что ты, кстати, сравниваешь с Дутнетом, а расскажи, то есть она компилируемая, это интерпретируемый язык, то есть как вообще она работает, эта платформа, то есть это вот, то есть ты, по сути, пишешь программу, которая компилируется, либо она исполняется где-то вот на этой платформе, ну, как это все поустроено? Она исполняется на этой платформе, на этой платформе, то есть код написан на языке 1С, он переводится во внутренний язык, то есть, ну, этот процесс не сильно документирован, но примерно смысл такой, то есть мы пишем код, дальше платформу ее перегоняет, перегоняет, вот, оптимизирует и выполняет. Ну, все же это интерпретатор, либо компилятор, то есть она компилирует? Это интерпретатор, да. А, интерпретатор. То есть в этом контексте, да, все-таки интерпретация, она здесь ближе и лучше подходит к определению. В момент обращения к модулю, к какому-то коду, пополняется интерпретация в байт-код, а затем этот байт-код уже исполняется платформой 1С предприятия. Достаточно типичная схема, и есть много технологий, работающих по такому же принципу. Я понял. А, соответственно, какие-то, то есть, ну, язык там запросов, как-то так, то есть ты говоришь, просто для меня, ну, так, я думаю, для большинства там программистов, то есть, ну, какой-нибудь, не знаю, там, .NET, не знаю, там, PHP, JavaScript, все что угодно, это вот как бы один язык, ну, так сказать, на твоей платформе, а там вот Transact.SQL — это другой язык, соответственно, то есть, и да, ты можешь писать запросы, но ты их по факту пишешь там как текст, да, который потом с помощью каких-то библиотек отправляется на целевую платформу и там выполняется. В данном случае 1С, она же как бы в себе объединяет, то есть, ты там и пишешь какие-то, ну, конструкции такие, так сказать, там, и условные и прочие, и там же пишешь запросы, которые, собственно, самим ядром прям тут же нативно, ну, так сказать, исполняются. Как-то так я это себе представляю. Да, собственно говоря, примерно так все и есть. Мы пишем код как на встроенном языке 1С, и 1С поддерживает язык запросов. То есть, язык запросов реализован, похож на чистый SQL. Единственное отличие – нельзя с его помощью редактировать и изменять данные. То есть, только селекты, по сути, грубо говоря. Да, по факту только селекты. Но это связано с тем, что внутренние объекты все могут иметь большие связи, и просто вот так изменить данные – это сложно. Поэтому 1С не предоставляет такую возможность компании. То есть, тут вопрос именно в технической части, потому что прикладной программист, он работает уже непосредственно с объектами. То есть, тут у нас уже налицо готовый ORM. А меняется тогда, как же они только через что? То есть, мне там надо что-то поменять. Меняется через код. То есть, мы получаем объекты и изменяем их, записываем их в базу. То есть, здесь мы, если проще представить, это мы работаем в объектной нотации. То есть, получаем объект, вносим изменения и выполняем метод записать, и он записывается, изменения в базу. А, ну я понял. Имеется в виду, что в смысле язык запросов позволяет только именно получать, то есть, селекты выполнять, а вся работа по, соответственно, записи – это именно на уровне объектов, ну и, скажем так, а-ля ORM, так сказать. Да, да, да. Совершенно верно. Вот здесь есть плюсы, есть минусы у этого подхода. Ну, плюсы, в первую очередь, в том, что вообще, как 1С, с точки зрения архитектуры, 1С работает со многими с UBD на сервере. То есть, это может быть и Microsoft SQL сервер, и Oracle, и DB2, и Postgres. Вот, то есть, базу мы можем выбирать для хранения данных любую, из самых таких популярных. А если не требуется клиент-серверная архитектура, то 1С предоставляет файловые базы, база она хранится в внутреннем формате, но для программистов, в принципе, ничем не отличается от работы через привычную нам с UBD. Не, ну понятно, что если у тебя ORM, как бы твой уровень абстракции, то есть, платформа абстрагирует, то тебе без разницы, что там под капотом, какую она базу использует. То есть, ты по факту напрямую же с ней не взаимодействуешь. Да, и потом, соответственно, перейти на другую базу, все это происходит бесшовно, то есть, никаких проблем нет. При необходимости масштабироваться все более-менее прозрачно происходит, и никаких сложностей дополнительных не возникает. Есть, единственные особенности использования разных UBD, то есть, оно тоже касается именно нюансов прикладной разработки. Для некоторых UBD, допустим, для Postgres есть одни правила использования, то есть, там, для Oracle немножко другие. То есть, ну, это все настолько, ну, один раз почитать эту информацию на официальном сайте 1С, и, в принципе, можно не заморачиваться особо. То есть, там вопрос именно в блокировках. То есть, лучше всего, конечно, это работает на UBD от Microsoft, Microsoft и Scale Server, а вот с Postgres придется запомнить несколько правил. Ну, это уже более детали. Ну, понятно. Слушай, а тоже там поддержка транзакций есть, соответственно? Да, да, транзакции, да. Это все есть. Слушай, а расскажи немножко все же про сам язык. То есть, это тоже, что он из себя представляет? Ну, там, в условной конструкции это понятно, но имеется в виду в смысле, что он там объектно-ориентированный какой-то, там больше какой-то функциональный, то есть, есть ли там классы, наследования, вот такие конструкции, либо что-то более простое, это примитивно, то есть, на уровне, так сказать, объектов, там, и свойствах, или что? Да. Ага. Язык не объектно-ориентированный, но есть объекты. То есть, мы не можем описывать свои классы, но мы пользуемся объектами, которые предоставляет платформа. Вот, собственно говоря, язык строится именно по такой парадигме. Используем также, используется стандартный процедурный подход. Есть процедуры, есть функции, есть готовые объекты, которые мы можем пользоваться. Вот. Собственно говоря, вот так это работает. Понятно. Ну, давай, наверное, знаешь, чуть дальше двинемся, как бы язык, платформа, хорошо. А какие-то способы, я думаю, интересно, знаешь, знать интеграции с ней, потому что, ну, насколько я понимаю, всегда, там, 1С, ну, вот сама по себе, да, наверное, где-то оно может полезно быть, но всегда там есть, я так понимаю, задача с ней интегрироваться извне. Ну, то есть, не знаю, там, сайт, который там должен лазить, показывать, да, какие-то базы. Ну, наверное, как самый простой пример. Вот. Возможно, да и просто какие-то другие системы на предприятии, которые там есть, тоже как-то должны с ней интегрироваться. Что для этих целей есть? Что касается обмена данными с внешними информационными системами, неважно, на каких технологиях они сделаны, 1С предприятие практически не ограничивает прикладного разработчика. То есть можно обмениваться с помощью традиционных форматов XML, можно обмениваться с GSONY, можно обмениваться... Да, много чем можно. Вариантов действительно много, и в зависимости от задачи следует выбирать свой. Изначально с обменами была небольшая проблема, но эти проблемы были еще в платформе 7.7. С приходом в 8.0 они автоматически все решились. Но проблема была следующего характера. По факту обмены происходили посредством XML. То есть была банальная выгрузка в XML, последующий парсинг в информационной системе приемника и так далее. Кроме XML был вариант, если не ошибаюсь, только текстовый и DBF. С DBF 11 очень сильно работала хорошо изначально, поэтому использовались непосредственно эти варианты. С приходом платформы 8.0 количество вариантов в плане форматов и транспорта возросло, поэтому выбирать есть из чего. Самый типичный вариант, как я уже сказал, это XML. Объекты 1С могут сериализоваться, то есть, грубо говоря, у нас есть определенный документ, и мы хотим его выгрузить в XML. Для этого нам особо делать ничего не надо, мы его можем просто сериализовать, перенести в XML и загрузить. Если мы его переносим в решение, аналогичное решение, работающее на платформе 1С предприятия, то все произойдет практически бесшовно, документ либо другой объект просто загрузится и будут доступны для просмотра в другой информационной базе. Если же решение, в которое мы собираемся перекидывать данные нестандартное, то есть, это не 1С предприятие, либо оно работает под 1С предприятие, но это другая конфигурация, то в этом случае мы также можем сформировать данные в XML и там их разобрать на той стороне. Вот, это что касается XML. 1С в свое время делал большую ставку на XML, поэтому, точнее не так, 1С всегда делал ставку на обмен данными и XML просто был одним из популярных форматов. И для переноса данных, больших наборов данных, 1С даже создала специальную конфигурацию, то есть, это отдельное типовое решение, называется конвертация данных. Посредством этой конфигурации прикладной разработчик может описать правила обмена и сделать обмен, то есть, выгрузку данных из одного решения, работающего на платформе 1С предприятия, в другое, приемника может быть самая любая конфигурация. Это приложение конвертация данных решило сразу же множество проблем. То есть, если... Ну, рассмотрим опять же пример. Допустим, у нас есть справочник с пользователями системами. То есть, в одной базе он такой, там есть один набор реквизитов, а в базе приемника он другой. Причем реквизиты могут не просто отличаться по имени, да, но они могут отличаться... Вообще, справочник может отличаться по структуре. Вот. Если мы будем приносить это стандартным способом, то есть, просто, допустим, стерилизация объекта, то у нас не получится. Точнее как, мы объект стерилизуем, но когда мы его в приемнике сделаем дистерилизацию, нам придется еще повозиться и раскидать соответствующие свойства в те, которые соответствуют в приемнике. Вот. Это делать сложно и неудобно, если мы говорим о больших обменах. То есть, как оно чаще всего бывает. У нас есть какая-то торговая конфигурация, допустим, управление торговлей, и нам нужно выгрузить данные в бухгалтерию. То есть, ну, ты примерно представляешь, что такое торговля, там множество операций, и все это выливается разом в бухгалтерскую систему. Вот. И здесь, если пользоваться простейшей сериализацией, то будут сложности, потому что документы, справочники сильно отличаются по своей структуре. Где-то есть одно, где-то есть другое, и это будет, такой реализовать обмен будет просто сложно, да и неэффективно. И специально для таких задач компания придумала, как я уже сказал, конфигурацию, конвертацию данных, где буквально что-то можно сделать прям визуально, то есть, без программирования. Можно сопоставить объекты и выгрузить правила и по ним обменяться. Очень просто, то есть, для простых обменов это идеальный вариант. Если конфигурация сильно отличается, в этой конвертации данных можно прописать код на встроенном языке и все это дело обработать. Если брать типовые решения, то все, большинство из них сейчас обменятся как раз посредством правил обмена, разработанных с помощью решения конвертации данных. Механизм очень универсальный и пользуется колоссальной популярностью. Но это мы говорим, если про обмены между решениями на базе платформы один из предприятия и про XML. Но мы понимаем, что XML, как говорится, не панацея и во многих случаях он слишком громоздкий. Возьмем опять же типовую задачу обмен с веб-сайтом. Да, потому что я просто так сам, так сказать, особо с ней никогда не сталкивался, но просто слышал, что всегда, когда тебе есть отдельные сайты, даже не важно, на битриксе, не на битриксе, но обмен с SDNS, это там такие сложные конструкции, когда там куда-то файлик надо подложить, там она его прочитает. Вот это вот какие-то такие страшные вообще истории, слышал про это. То есть типичная задача, когда появляется какой-то новый там магазин, мы сейчас не берем просто большие магазины, которые уже там уже не первый год представлены, у них, конечно, все немножко по-другому, там и обмены кастомные, и все такое, но возьмем самый простой интернет-магазин и самое простое управление торговлей, то есть типовое решение для автоматизации торговой деятельности. И нам, перед нами стала задача выгрузить товар, остатки и цены на сайт. Если сайт работает под платформой 1S Bittrex, то сдача упрощается в разы. Если он не работает под 1S Bittrex, то сдача на самом деле не сильно усложняется, так как 1S в свое время сделали формат, по-моему, они делали, кстати, совместно с Bittrex, формат CamusML, это XML-подобный формат, который описывает детали обмена с веб-сайтом. И многие современные движки CMS-ки, они как раз его поддерживают. То есть, если взять, не брать Bittrex, который был, так сказать, первопроходцем в этой области, все практически другие движки, которые предоставляют модули интернет-магазина, они поддерживают обмен импорта форматиками XML. Это вот, если брать из таких популярных решений, там, Diafun, PrestaShop, PHP-скрипт, которые популярны интернет-магазины, что там еще есть, Umi, CMS, вот, все они поддерживают обмен в формате CamusML. То есть, очень удобно. В этом случае, когда происходит вырезка из управления торговлей или другой конфигурации, она практически везде поддерживается, эта функция, формируется большой XML-файл, который начинает передаваться на сервер, там, где расположен сайт. Тут транспорт может быть любым, там, либо FTP, либо пост-запрос, то есть, ну, не суть важна. Так вот, во время выгрузки файл с данными сильно разрастается. Разрастается он по двум причинам. Первая причина, сам формат многословенка в SMS-мл, он очень большой, и 1С изначально туда выгружает кучу-кучу всевозможных данных, которые даже не нужны. Вот, я работал с несколькими движками для реализации интернет-магазина, и вот многие из них попросту игнорируют большую часть этого файла с данными, а берут только то, что надо. Ну, то, что надо, это имеется в виду информация, там, описание товара, цены товара, остатки товара, фотографии товара, и так далее. То есть, то, что нужно реально водить посетитель. А все дополнительные штуки, которые выгружают в SMS-кане, попросту игнорируются, но во время это игнорирование, во-первых, тратится время, и объем этого файла может быть слишком велик и занимать много времени для передачи его на сервер. Если эта сервер находится удаленно, то есть, мы не берем корпоративные серверы компании, где обмен по локальности будет идти очень быстро, то обмен может попросту, так сказать, занимать продолжительное количество времени. В моем опыте настройки обмена между 1С и веб-сайтом, интернет-магазином, в том проекте был обмен порядка 3-4 тысяч позиций номенклатура, и вот были такие моменты, что просто обмен не успевал прогрузиться до конца, то есть, возникали либо обрывы связи, либо просто скрипт, который интерпретируют на сервере, завершался, приходилось твикать время исполнения скриптов, делать всякие возможные ловки, в общем, сложно все это было, и бывало такое, что просто не хватало памяти на сервере, то есть, мы понимаем, что, конечно, мы можем купить выделенный сервер с большим количеством памяти, но в реальной жизни, к сожалению, не все магазины интернет готовы себе позволить такие расходы, поэтому многих интернет-магазинов обычно там какая-нибудь ВПСка, и там, да, бывает, памяти не хватает, тогда пришлось победить это дело с помощью JSON-а, вот, изначально 1С-ка не поддерживалась, активно JSON, приходилось подключать дополнительные модули, там скорость была чуть пониже, но в итоге впоследствии они сделали поддержку формата JSON, вот как раз я хотел об этом сказать, что JSON в 1С-ке появился нативным, и он сейчас широко применяется для обмена с различными системами, где формат JSON, так сказать, стал более родным, это второй такой популярный формат, второй после XML, который позволяет обмениваться, ну, про JSON, думаю, говорить не стоит, все прекрасно понимают, что это такое, и как оно формируется, то есть здесь в 1С-ке в принципе все так же, собираем JSON и передаем его, получается такой экономичный вариант, экономичный формат для передачи важных данных, и вот, кстати, тот пример с сайтом, который я рассказывал, тогда его решили JSON, и там позиции стало расти настолько много, что PHP у нас не получилось настроить для быстрой интерпретации, в итоге там поставили ноду и заливали данные в базу именно нодой, ну, благо тогда это было возможно. Вот, ну, главное, что 1С умеет работать с JSON, и это замечательно. Помимо JSON, XML, 1С предоставляет другие способы обмениваться данными, то есть, ну, здесь возьмем классический вариант, это так называемое внешнее соединение, то есть, тут лежит механизм COM, да, 1С-предприятие может наступать либо к серверам, либо клиентам, ну, чаще всего выступает сервером, ну, по крайней мере, те сдачи, которыми я сталкивался, какая-то система подключается к ней через COM соединение и забирает данные, которые ей нужны. Достаточно такой удобный способ, опять же, обмена внутри организации и тоже широко применяется. Дальше, DBF-файлы, которые я сказал выше, они никуда не ушли, то есть, есть возможность, хорошая API, но на практике такие обмены происходят редко. Последний раз, по-моему, я такое видел только при работе с различными банк-клиентами, то есть, нужно было формировать DBF-ку и отправлять его в банк, то есть, ну, больше я такого вот с DBF-ом уже давно не встречался. Начиная с платформы версии 8.3.6, разработчики 1С встроили новые компоненты, в 1С появились веб-сервисы, ну, веб-сервисы появились чуть даже раньше, это так называемый СААП, да, всем нам известный, который, опять же, где 1С может выступать как поставщиком сервисов СААП, так и потребителем, то есть, вот нам еще один способ обмена с другими, так сказать, продвинутыми системами. И появились еще HTTP-сервисы. Про HTTP-сервисы я даже писал, кажется, отдельную статью, да не кажется, а точно писал, она есть у меня на блоге, можно ее почитать. Суть в том, что 1С по факту стала предоставлять REST-интерфейс. Причем, REST, так сказать, в классическом его понимании предоставляется вообще в автоматическом режиме, то есть, вам надо там какой-то код писать, чтобы получить доступ к каким-то справочникам, документам и так далее. Достаточно опубликовать REST-интерфейс, и с ним можно взаимодействовать стандартным способом. То есть, эта штука документирована хорошо и не требует программирования. Но, бывает так, что нам нужно придумать какие-то нестандартные действия и просто воспользоваться привычным подходом, который применяется при разработке веб-приложения на том же самом PHP, а с NetMVC не суть. То есть, нам нужно, чтобы у нас 1С могла принять какой-то HTTP-запрос произвольный и дать на него HTTP-ответ. Вот, раньше это было сделать невозможно, теперь возможно. Реализуется этот функционал посредством механизма HTTP-сервисов, и тем самым появляются дополнительные кейсы использования платформы 1С при интеграции с другими информационными системами. тут какие можно сразу кейсы привести? Это, в первую очередь, что у нас 1С может даже выступать бэкэндом для веб-приложений. Да, звучит, конечно, абсурдно, страшно, но факт остается фактом. 1С может формировать у себя какие-то HTML-файлики и отдавать их клиенту, тем самым эмулировать типичный бэкэнд. Особенно это полезно для разработки простых сервисов, то есть ничего не мешает обрабатывать запросы, HTTP-запросы от клиента и выполнять какую-то на них реакцию, то есть опять же либо изменять данные в информационной базе, либо отдавать какие-то данные из этой базы, то есть все очень просто и то же самое. Кто работал с Express.js, меня поймут, там это все реализуется просто, теперь в 1С предприятии теперь это примерно так же просто. Мы можем делать обработчики события для различных HTTP методов, т.е. 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 get, по-моему, они даже все и поддержатся, т.е. put, все такие часто используемые, они и есть, и тем самым взаимодействовать. вот, вот, HTP-сервис, они, кстати, одна из, один из таких реальных кейсов, это когда интернет-магазин может оперативно обратиться к нашей информационной базе, да, и получить информацию о каких-то оперативных данных, ну, например, как у нас остатки товара двигаются, то есть мы товар же можем продавать не только через сайт, ну, допустим, и через саму конфигурацию управления торговлей, ну, и вот, чтобы оперативно получать информацию об остатках, вот, грубо говоря, в приложении обратиться к 1С и получить эти данные. То есть, получается такой очень удобный и универсальный механизм. Если говорить о нестандартном применении, то я уже сказал, это может выступать бэкендом для веб-приложения, и вот, например, мы в компанию придумали, у нас есть небольшие внутренние веб-приложения, и вот там для них, и вот для них как раз 1С предприятие выступает бэкендом. Почему мы делали так? Не потому, что мы другие технологии не признаем, мы их очень даже признаем и любим, просто у нас большая часть разработчиков именно 1С программисты. А если у нас 1С программисты, то зачем мучиться с другими технологиями, потом решать вопросы и саппортом последующего, если уже есть технология, с которой владеет весь отдел разработки, и он может при необходимости расширить, пропатчить и сделать какие-то важные штуки. Вот. И на самом деле в этом плане 1С как видимо не старается останавливаться и придумывает всевозможные новые как транспорты, так и другие какие-то штуки, которые встраиваются в платформу и упрощают взаимодействие как с другими системами, так и решения какие-то практические задачи. Например, вот если мы сейчас уже оттолкнемся от обмена, то среди таких задач, как хеширование, то есть раньше 1С не умела посчитать хеш, там, МД5 или SHA сейчас это умеет, это нативная возможность и она активно используется. То же самое относится к криптографии, то есть есть в 1С уже возможности, позволяющие работать с какими-то криптографическими алгоритмами. Вот. И перечень этих возможностей он расширяется. Но вот самое главное, допустим, если мы уже двигаемся дальше, то это возможности платформы по созданию мобильных приложений. То есть когда 1С анонсировала эту фичу, все сначала смеялись, потому что во-первых 1С уже пробовала заходить на этот рынок, но этот рынок тогда был в лице, так сказать, одного Windows Mobile. Вот. И он, эксперимент провалился. Провалился почему? Во-первых, само решение было сырым, были проблемы с лицензированием, то есть лицензии стоили дороговасто. и не всем они подходили. И во-вторых, или в-третьих уже, решение немного опоздало. То есть во время пика популярности Windows Mobile 1С ничего не предоставляло. Были популярны другие решения, то есть, ну, как правило, другие решения, здесь имеется в виду нативные технологии. А когда 1С представила свое упрощающее решение, мало того, что оно было очень ограниченным функционалом, так у него еще были проблемы с производительностью. И в то время начал как раз стартовать уже Android. Ну, то есть, берем там плюс 2 года, то есть, вот как раз началась сфера Android. Естественно, Windows Mobile стал умирать, стали появляться как смартфоны, КПК на Android, и необходимости в решении от 1С, тем более жутко дорогим, оно попросту попросту отпало. Потом долго не было ничего слышного касательно мобильных платформ, но в итоге 1С пересмотрела свое видение, провела работу над ошибками и сделала поддержку возможности разработки конфигурации под мобильные платформы. Я сейчас не вспомню, когда эта фича появилась впервые, но уже как минимум года 2-3 она точно есть, она изначально была опять же сырой, но сейчас все улучшается и у меня есть много знакомых компаний, где оно применяется в продакшене, то есть это вполне себе работает и можно написать мобильное приложение для Android либо iOS на 1С. Я говорю, звучит это все на самом деле жутко, но не стоит забывать, что эти приложения имеют четкий фокус на решение бизнес-задач, поэтому не стоит там ждать красивости, всяких там няшек, но с помощью 1С реально решить сдачу бизнеса на мобильном рынке, то есть это опять же мы берем конкретные примеры, это автоматизация работы кладовщиков, автоматизация торговых агентов, то, что раньше приходилось делать на других технологиях, либо приобретать какие-то решения, а потом мучиться с их интеграцией, теперь все можно сделать на базе одной платформы, опять же плюс для разработчиков, которые пишут постоянно код под платформу 1С предприятия, они могут этим кодом пользоваться для разработки мобильных приложений, и не надо собственно говоря переучиться, то есть не надо изучать другой язык программирования, все пишется стандартным образом, и многие объекты повторяются, вот, это на самом деле здорово и активно применяется в работе. Ну да, последние несколько лет уже явно прослеживается акцентом на веб, хотя на веб уже давно даже, я бы сказал, больше там на мобильную какую-то такую же платформу, да, и поэтому, конечно, 1С со своими там и REST интерфейсами, и с мобильными штуками явно старается идти в ногу со временем, что, в общем-то, радует. Да, то есть вот здесь хотел бы добавить, то есть это REST фолт одной, одна тема, а вторая вещь, которая, можно сказать, киллер фича, 1С предоставляет так называемый веб-клиент, и разрабатывая конфигурацию, ее можно перенести в веб, то есть получить в итоге такой сайтец, транслирующий разработанную конфигурацию 1С, то есть с ней пользователь может работать как из обычного тонкого клиента с компьютером. О, слушай, вот это круто, потому что, насколько я понимаю, ну, значит, не знаю, раньше всегда 1С это исключительно Windows приложение, ну, как бы веб там вообще никогда его никто не слышал, не видел, то есть единственное, что, вот, кстати, тоже, знаешь, какой вопрос интересный, с точки зрения конфигурации, все это дело, потому что я там вспоминаю на своей там предыдущей работе, мы делали как, то есть у нас был большой, там, такой мощный Windows сервер приложений, на котором был 1С, а, значит, вся бухгалтерия, там, или конечные пользователи, 1С имеется в виду, они, ну, в силу, так сказать, своего такого юзеровского желания запускать и размножать вирусы, да, мы их в какой-то момент с винды пересадили на линуксовые терминалы, ну, то есть, по сути, так сказать, ремоут десктопа, да, вот, и они, значит, ходили по ремоут десктопу на этот Windows сервер, и там 1С что-то делали, а всякая почта, там, браузеры, у них локально, на линуксе, нами полностью подконтрольно, без всяких вирусов и прочей ерунды, вот такой подход, то есть, был, а сейчас, ты еще говоришь, и веб есть тоже, вот. Да, сейчас есть веб-клиент, а что касается вот линуксов, 1С уже давно живет под линуксом, она уже живет и под маком, то есть, есть официальные клиенты, как под линукс, так и под мак, можно разрабатывать и на линуксе, и на маке, ну, на мак появилась первая версия примерно год назад, но на линуксе уже достаточно все обкатано, и то есть, там можно программировать и использовать нативный клиент, но веб-клиент дает преимущество, если требуется предоставить функционал конфигурации каким-то удаленным клиентам, которые несят в офисе и используют сугубо браузер. 1С здесь постаралась очень хорошо, они его постоянно оптимизируют, и для его работы не требуется что-то ставить дополнительно, то есть, никакие там плагины, плагины, то есть, все работает из коробки, то есть, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, там, ныне Edge, все это работает и достаточно хорошо, то есть, у нас в компании есть приложение, которое мы специально разрабатывали для автоматизации нашего бизнеса, и им пользуются, ну, порядка 70-80 партнеров, то есть, удаленных из разных городов, и используют они для этого веб-клиент как раз. Слушай, здорово, здорово. Да, я вот давно не сталкивался, говорю, поэтому даже видишь, ты прямо там под Linux тогда, еще помню, версии ничего не было, мы так все страдали от этого, а сейчас, ты говоришь, даже уже под Mac появилось, то есть, в принципе, товарищи стараются как-то двигаться в ногу со временем, что называется. Да, это здорово, особенно, я сам долго ждал, когда 1С появится под Linux, потому что вот как раз решаются проблемы, о которых ты сказал, можно экономить на клиентских лицензиях, и дополнительная защита, и можно серию разгрузить, и, в принципе, это хорошо, в принципе, сейчас, когда стали распространены сервисы вроде DigitalOcean, 1С можно даже вынести в облако, и все прекрасно будет работать. Замечательно. Слушай, а ключи тоже у них, насколько я помню, раньше у них всегда были эти HUSB-шные ключи, соответственно, хардварные, скажем так, да, вот, с этой точки зрения у них сейчас как-то тоже что-то, так сказать, уже ушли именно в цифровую полностью какую-то, там, не знаю, эпоху, то есть, аутентификация. Да, изначально ключи были хардварные, то есть, это было отдельной проблемой, но потом появились ключи программные, и, наверное, для многих хардварные ключи стали меньше проблемой, чем они казались раньше. То есть, сейчас все лицензии распространяются ключи в цифровом виде, это хорошо, но предъявляются дополнительные требования именно к оборудованию, то есть, если оборудование меняется, меняется, апгрейдится, то придется переполучать ключ. Это бывает не всегда удобно, но в целом здесь все работает достаточно хорошо, если сервера постоянно не меняется, конфигурация, то, в принципе, все окей. Ну, понятно, да, логичный ход привязаться к слепку, скажем так, оборудования. То есть, правильный подход. Единственная проблема, да, единственная здесь проблема, наверное, вот в плане программных ключей, они выдаются, если не ошибаюсь, сугубо из московского офиса, то есть, там нужно делать обращение на e-mail, и здесь возникает проблема оперативности обработки заявок для регионов, то есть, если разница с Москвой 7 часов, да, от Дальнего Востока, то здесь могут возникнуть сложности в плане оперативной поставки обновления ключа. Ну, да, понятно, тут, конечно, есть такие моменты. Ясно, но расскажи немножко еще, вот так сказать, как она развивалась, ты говоришь, так, да, много всего появилось, с точки зрения языка тоже, наверное, какое-то развитие было, вот что, что, ну, хочется просто как-то развеять мифы про то, что это, так сказать, вот этот смешной русский язык, и все, да, то есть, насколько, что, что какого рода, так сказать, платформа дает тебе, там, не знаю, возможности, ну, что-то такое, ты вот, может быть, скажешь. Ага, ну, еще одной киллер-фичи платформы, на которую стоит, опять же, обратить внимание, ну, как правило, среднему бизнесу, это возможность разработки мобильных приложений на платформе 1С, то есть, 1С залезла и в эту нишу, и можно разрабатывать мобильные приложения, то есть, да, они специфические, они предназначены не просто для дистрибьюции, там, веб-столк для пользователей, это, в принципе, приложения, которые решают конкретные, бизнес-задачи и позволяют наладить связь с большими конфигурациями, то есть, это очень удобно, поддерживается как Android, iOS, Windows Phone не поддерживается, но Windows Phone, по-моему, уже и умирает. Ну, да. Да, то есть, это вот такая вот киллер-фича, она, опять же, реализовывается достаточно-достаточно просто, то есть, разработка мобильного приложения на платформе 1С, она ничем практически не отличается от разработки полноценной конфигурации, единственное, есть ограничения в поддержке определенных объектов метаданных, то есть, кирпичиков, из которых мы строим наше приложение. Но, в целом, решение типовых задач, там, вроде как, например, то, что в голову приходит автоматизация агентов, то есть, предоставление, допустим, сервисов, там, кладовщикам, всяким таким вот профессиям, это все реализовывается в рамках платформы, и не требуется разбираться с дополнительными языками программирования. То есть, для прикладного программиста здесь ощутимые плюсы, что ему не требуется разбираться с другими технологиями. Ну, где-то это минус, где-то это плюс, если мы опять же берем небольшие компании, которые не в состоянии поддерживать большой штат разработчиков, здесь явные плюсы. Разработчики пользуются одним языком, и они могут писать как под мобильные, так и под десктопные конфигурации. То есть, здесь очень удобно. Ну, да, логично. То есть, мне вот здесь 1С очень сильно напоминает современную Delphi, то есть, я уже, конечно, не использую ее от компании Baccadero, то есть, они тоже освоили ниши и мобильные разработки, вот, ну, и примерно движется в каком-то таком направлении. То есть, ну, только, единственное, Delphi, она универсальная, а 1С более заточена на автоматизацию бизнеса. Вот, и так. Ну, понятно. Я, правда, с Delphi последний раз, то еще когда там C++ Builder был 6, ну, соответственно, вот, а потом как-то, как-то, мне кажется, они упустили свое время немножко. Да, ушли не туда. Да, да, и, конечно, сейчас они там, даже уже, так сказать, когда их там купил, им Baccadero пытаются как-то выйти оттуда, но там Visual Studio и прочее уже, уже, мне кажется, тяжко им будет догнать это. Ну, вот, опять же, кстати, вот здесь вот по опыту, когда я, когда я устраивался впервые на работу, очень было много распространено предложений на Delphi, то есть на 1С их было меньше, но впоследствии, как вот я сейчас смотрю, как раз на 1С предложений значительно больше, и Delphi, ну, уже, во всяком случае, в нашем городе, ну, я уже давненько не видал каких-то интересных вакансий, связанных с программированием Delphi. То есть, всех, у кого были разработки, они перевелись либо на 1С, либо на что-то еще. Ну, понятно, да, да. Кстати, еще хотел бы поднять один вопрос, и, наверное, сразу развеять миф, это почему 1С разработчиков очень сильно ругают. Ладно, мы пока не будем брать во внимание, что сам встроенный язык 1С достаточно простой, он отличается на порядок от тех серьезных языков, которым все привыкли слышать, про которые все слышат в интернете, это там тот же самый JavaScript, там PHP, C Sharp и так далее. Но все равно, несмотря на простоту, то есть, у нас же есть Basic, да, тоже очень простой язык, но почему-то про него так сильно не говорят. Или, может, просто мне не попадаются такие высказания. Но 1С разработчиков принято ругать, клеймить, и обвинять во всех смертных грехах. Меня это постоянно задевало. Ну, во-первых, я сам много программирую на 1С, и не читаю эту платформу плохой или убогой. Наоборот, считаю это очень хорошим инструментом, и хорошим решением для многих бизнес-задач, потому что она, во-первых, позволяет экономить и время, и средства, и распространенность она получила массовую, да, то есть, у них есть проблемы, как и у любого другого инструмента, но в целом она хороша. Так вот, мне непонятно было, почему так было принято говорить про 1С разработчиков. Когда я стал крутиться в этой среде, а поскольку я пришел из другого языка программирования, я видел, так сказать, две реальности, то есть, та, которая была там, и та, в которую я попал, более суровую и странную. И сделал вывод, уже на основании своего опыта, что проблема была именно в первых разработчиках, которые пропагандировали эту платформу, и которые писали первый код. Я разговаривал с несколькими своими коллегами, которые пришли изначально в мир программирования 1С, без опыта работы на других языках программирования. И когда мы беседовали вообще про нюансы, про подходы к разработке, и всяким таким программистским темам, выяснилось, что многие пришли в 1С из той же самой бухгалтерии, либо экономиста. То есть, появилась платформа 1С, которая позволяет что-то написать для себя, но это мы говорим вот именно про те старые версии, которые я говорил всем ИСЕям, и даже ранее, которая позволяет решить бизнесовые задачи, и которая может дать экономисту, либо бухгалтеру, получить цифры в нужном ему формате, или в нужном ему виде. И вот началось с того, что эти самые продвинутые экономисты, бухгалтера пробовали осваивать программирование. Ну, мы понимаем, как это происходило. Вот, знаешь, мне это напоминает как раз там PHP-разработку 15, ну там 10 лет назад, да, и современный JavaScript, потому что просто столько документации, примеров везде так легко начать, там какой-нибудь поднять WordPress, и вот я уже программист, да, что очень много людей туда действительно пошли. То есть я вот даже замечаю, что там раньше как-то все же больше было резюме, ты собеседовал о каких-то программистах, ну, на программистские должности, да, с техническим образованием, то в последнее время просто столько пошло людей, которые, ну, там, не знаю, заборостроительные, там, и врачи, кого только ни попадя, ну, потому что легко начать, и оно приносит денег не меньше, ну, да, вот как-то так. Находилось какое-то решение в интернете от такого же продвинутого бухгалтера, оно копипастилось, все это сводилось, и как-то работало. И это стали, по факту, первыми программистами, то есть люди, которые не имели опыта программирования, которые никогда не интересовались этой индустрией, они просто начали программировать, и потом кто-то зашел дальше, кто-то остановился на тех самых отчетиках, вот, и, собственно говоря, пошло-поехало. Естественно, если у человека получилось что-то сделать, решить свою проблему, он что начинает делать? Он продолжает решать свои проблемы, в первую очередь, и начинает пытаться помогать своим друзьям. То есть помог здесь, помог там, помог этому товарищу, и потом понял, блин, а может быть, мне стоит реально не заниматься экономикой, там, бухучетом, может, мне стоит пойти работать программистом, у меня же получается писать, менять конфигурации, я могу. И таких казалось очень много, тем более всех манил тот факт, что 1С-никам платят очень хорошо. Действительно, если посмотреть нулевые, то, во-первых, было много работы по 1С, ну, и сейчас много, но тогда было особенно много, и тогда были внедрения, и многие тогда получили свои золотые жилы на этом поприще. Поэтому пойти в 1С-ники было, ну, и экономически выгодно, и, в принципе, возможно, это даже было чуть-чуть проще, то есть человек, который имел экономическое образование или и знал саму специфику работы, он мог без труда сделать многие вещи, то есть здесь мы говорим про отчеты, которые так важны в бизнесе, и такой отчет он мог заходить без проблем, то есть возьмем даже отчет по продажам, с отражением себестоимости или валовой прибыли, то есть попробовать объяснить эту сдачу программисту, который работал в какой-то другой сфере, очень сложно. Экономисту он уже все знает, ему нужно только решить, как эти мысли выразить в коде. Но, собственно говоря, они пытались выражать. Что получилось в итоге? Получилось то, что писали все, как кто хочет, никто не пытался понимать методологии или там разбираться, ну, собственно говоря, о каких методологиях можно думать, если я тут написал пару строчек, у меня все это завелось, и все стало круто. Вот. И из этого стал расти плохой код. Примерно та же самая ситуация была со стартом популярности языка PHP. Да, то есть помнишь, когда появился PHP, на нем стали писать кучу-кучу кода, и код этот был далеко некачественный. Поэтому сейчас до сих пор принято ругать PHP, хотя на самом деле язык нормальный, я считаю, главное просто у него есть свои особенности, и нужно к ним приюхнуть и нормально использовать его. Это не говорит, что язык сам плохой. Было много плохих программистов, которые писали на PHP. Вот с 1С было примерно так же. Программистов было много, и писали хорошего кода мало. Наверное, единицы. К тому же сама компания 1С не сильно спешила заботиться о разработчиках, и она была сфокусирована именно на конкретных решениях. То есть если мы говорим про платформу 7.7, решения все выполняли какие-то бизнесовые задачи. То есть не было пропаганды, агитации за разработку решений с нуля, за разработку каких-то отраслевых решений. То есть были какие-то стоковые конфигурации, которые подлежали адаптации под конкретных клиентов. Все, на этом все завершалось. То есть не было таких штук, как заказная разработка на 1С, то есть полностью, когда решение пишется под сдачу бизнеса. И все в этом деле варились, пока платформа была популярна. Но потом 1С, когда сделала шаг в сторону разработчиков, то есть, во-первых, как я уже говорил ранее, появилась платформа 8.0, в которой появились все многие штуки, так необходимые разработчику. То есть это язык запросов и поддержка различных форматов для интеграции с другими информационными системами, и всевозможные режимы работы, и серверная оптимизация. То есть появились вещи, которые так нужны разработчику для создания современных приложений. И вот тогда рынок начал потихонечку зачищаться. То есть 1С разработчики, которые пришли в профессию случайно, они начали попросту вылетать. Изначально это было не сильно заметно, потому что платформа 7.7, она была хорошо распространена, и задач для доработок, для зарабатывания денег было очень много. То есть всегда нужно было кому-то что-то обновить, кому-то что-то дописать, какой-то сделать отчет. И все на этом жили. И изначально эти разработчики, вот эти первые 1С разработчики, они не особо парились с новой платформой и не пытались ее изучать. Тогда вот если я сейчас погуглить новости старенькие, можно много найти из старых форумов, где ребята ругают, ну ребята, я имею в виду эти первые разработчики, ругают платформу, чтобы ее сильно усложнили, что стало все намного сложнее, появились какие-то непонятные, непонятно тот же самый язык запросов, то есть много нюансов. Но появление этих штук, появление этих штук способствовало новой волне программистов, и в мир 1С стали приходить разработчики с других стеков. Вот, собственно говоря, как получилось у меня. То есть у меня был опыт программирования на Delphi, и я перешел в 1С. И вот платформа 8-й версии, она была, ну как я уже сказал, на голову выше своей предшественницы, и позволяла программистам более-менее комфортно на ней программировать. То есть появились какие-то инструментальные средства, это я говорю про саму среду разработки, так называемый конфигуратор, которые были похожи на другие технологии, то есть если брать конфигуратор той же самой версии 8.0, то он стал уже похож чем-то на тот же самый Delphi, то есть на Delphi 7 какой-то. Ну ты наверняка помнишь такую популярную среду разработки. И стало программировать комфортней. Программисты стали переносить свой опыт с другого стека в мир 1С, и код стал постепенно улучшаться. Конечно, все это получилось не сразу и не быстро, но старт был дан. И вот сейчас уже прошло значительный кусок времени, что я могу сказать, то что процесс разработки под платформой 1С предприятия, он сильно улучшился, он стал более культурным. Разработчики стали переносить опыт разработки, успешный опыт разработки на других языках программирования в мир 1С, и от этого стали только все выигрывать. Сама компания 1С однозначно поддержала этот подход и продолжила разрабатывать как инструменты для разработчиков, так и совершенствовать внутренние механизмы платформы, которые могут дать разработчику дополнительный функционал. Не радовать это не может, поэтому все получилось просто круто. И дальше оно идет в то же направление. По направлению я имею в виду улучшения. Слушай, Игорь, расскажи немножко просто, как вообще устроен процесс разработки этой конфигурации. То есть, в принципе, я, например, себе не очень пока представляю. То есть, ты пишешь, как форма появляется, ты программируешь саму визуальную составляющую, бизнес-логику и запросы, и все одно. То есть, какой-то такой, может быть, легкий пример, когда вымышленный, где тебе надо что-то сконфигурить, и вообще, ну, какого рода задача ставится перед программистом, и вот что происходит. То есть, ты там конфигуришь какие-то визуальные, ну, вот расскажи, как все происходит. Окей. Ну, начинается все с создания новой информационной базы, если мы говорим про новые решения. Создается новая информационная база, то есть, там, неважно, где она будет располагаться на сервере, либо на клиенте. Ну, то есть, имеется в виду файловая база, либо серверная база. Вот. И разработчику появляется конструктор, дерево объектов метаданных, то есть, это те самые кирпичики, из которых стоит конфигурация. То есть, там уже есть готовые решения для организации, то есть, возможно, справочников, документов, хранения данных этих документов. То есть, есть какой-то базовый набор строительных кирпичей, можно так сказать. Далее, можно разрабатывать как, ну, визуальный интерфейс. Если говорить про визуальный интерфейс, то сейчас 1С перешла, можно сказать, на декларативный подход. То есть, можно один, не попиксельно заниматься этим всем строительством, а просто описанием. То есть, можно, во-первых, генерировать формы, стало очень удобно программно. Вот. Либо это просто, опять же, в визуальном конструкторе, но в декларативном стиле. Это очень удобно и повышает скорость разработки, и формы становятся более универсальными, и работают хорошо как в вебе, так и в обычных десктоп-приложениях. В вебе я имею в виду веб-клип. Веб-клип, ну да. Да. Что касается самого языка, то, опять же, как я сказал, здесь можно выбирать, либо мы используем все на английском, либо используем на русском. Ну, смешные варианты, я думаю, что к хорошему ни к чему не приведут. Ну, да, конечно. В плане типичного программирования, в плане типичного программирования и процессов, связанных, допустим, там, с другими языками. Здесь, в принципе, все похоже. Есть своя разработка системы контроля версии, называется она «Хранилище конфигурации». Используется, как правило, в командной разработке, ну и можно одному использовать, это очень удобно. То есть, такая некая простейшая, простейшая реализация ГИТа, позволяющая программисту захватывать объекты, над которыми он работает, чтобы другой их не мог перезатереть. Ну и потом все это дело мерзится, объединяется. То есть, типичная схема разработки. Но 1С уже давно поддерживает ГИТ, то есть, можно использовать ГИТ. К сожалению, пока сама компания 1С не предоставляет каких-то решений, но они уже есть, кастомные, позволяющие комфортно использовать ГИТ для разработки. Ну то есть, по сути, все равно у тебя код хранится и в виде файлов, да, либо в виде вот этой конфигурации где-то внутри вот этой их встроенной системы контроля версии. Он хранится в виде конфигурации, которая прикреплена к базе данных. А, вот так вот. То есть, файликов не хранится, но есть возможность организации выгрузки конфигурации файла. То есть, если мы говорим про файлы, это по факту будут файлики с решением XML, BSL, содержащие код и описание форм, ну и всего прочего, то, из чего стоит конфигурация. Именно во время выгрузки достигается интеграция с ГИТом. То есть, конфигурацию можно выгрузить в ГИТ. Ну, понятно, да. Если ты выгружаешь файл, то понятно, что никто тебе не мешает положить в любую, там, любимую, сказал, систему контроля версии. Хотя, ты говоришь, там, сказал блокировать, но все же ближе, наверное, тогда не к ГИТу, а где-нибудь какой-нибудь там SVN, лог, что-то такое. Да, но это в случае, если мы используем стандартное хранилище конфигурации, ну, как правило, так завелась практика, что используется и хранилище, и ГИТ. То есть, используются две вещи. Это хранилище потом просто мерзится с ГИТом. Но тут, наверное, вопрос связан тем, что все равно нужно иметь какой-то лог, чтобы другие разработчики не могли изменить случайно твой объект, с которым ты работаешь. То есть, все-таки, объект накатывается на изменение в объекте метаданных, они сразу накатываются на базу данных, и вот здесь могут быть какие-то свои нюансы, поэтому иногда лог, он просто спасает, особенно в командах. То есть, если там больше пяти разработчиков, это прям необходимость. Ну, понятно, да, некая такая особенность из-за того, что... Ясно. Соответственно, накатывается. А как происходит, ну, так сказать, там, не знаю, выкладка решений? Или это вот такой непрерывный процесс, когда ты, кстати, там, поиски... С одной стороны, поиски у тебя, которые уже, значит, там работают с системой, с другой стороны, программисты, которые прям тут по-живому там эти конфигурации накатывают. Как это вот происходит? Или это тоже как-то отдельно там? Отдельные сервера, стейджинги, я уж не знаю, как это все... Так, ну, здесь все происходит по-разному, но я не думаю, что много программистов готовых сразу разрабатывать на живой базе. Разработчик разрабатывает. Хотя в этом мире есть и такие неудачные примеры, к сожалению. И они добавляют дополнительные работы, когда к кому-то приходишь, посмотрите, что же у него за проблема с базой данных. Ну, принцип прост. То есть у разработчика есть тестовая база данных, которая, как правило, является копией рабочей базы, либо просто специально подготовленная база. Тут зависимость уже от правил компании и процесса организации разработки. Разработчики пилят решения, загружают данные в это хранилище, то есть вносят свои изменения. И когда наступает процесс подготовки обновления, из хранилища получается актуальная версия конфигурации, подготавливается либо файл обновления, то есть 1С поддерживает специальные файлики, позволяющие вынести изменения относительно установленной конфигурации. То есть разработчики там внесли, допустим, два дополнительных объекта, два справочника, эти изменения можно погрузить в специальный файлик обновления и поставить его в рабочую базу. Ну и происходят такие некие инкрементальные обновления, по сути, да, что-то такое? Да, да, да. Либо просто сохраняется конфигурация в файл и делается объединение на рабочей базе. То есть тут зависимость, опять же, того, как построен процесс объединения и все. Этот процесс автоматизируется и, в принципе, не требует ручного вмешательства. Здесь огромный плюс 1С, то что многие вещи, ну, как миграция данных, могут происходить автоматически. То есть, конечно, не во всех случаях, но когда у нас происходит реструктуризация баз данных, ну, допустим, если мы работаем с голым и с квелем, тут придется немножко написать какие-то скриптики, а здесь во многих случаях все пройдет автоматически. Ну, единственное, если, конечно, нам нужно переносить данные, тут уже без сценариев не обойтись, но в других случаях, если мы там поменяли какие-то размерности полей, там немножко добавили, и все это происходит автоматически без необходимости вмешательства разработчика, программиста. То есть, здесь это очень удобно. Слушай, а обновления происходят в онлайне, ну, в смысле, без остановки как бы действующей системы, да, либо требуется какой-то временный, так сказать, какой-то монопольный доступ, чтобы все это производить, обновления? В зависимости от характера обновлений. То есть, если мы говорим про обновление, которое затрагивает работу какого-то модуля, допустим, изменили мы текст какого-то модуля, исправили какую-то программную ошибку, ошибку в коде, то здесь можно сделать без остановки пользователей. Единственный нюанс, рано или поздно пользователь получит у себя в клиенте сообщение, что конфигурация баз данных изменилась, и требуется в нее перезайти. Но полной остановки процесса не будет. А вот если мы добавляем какие-то новые объекты, ну, я считаю, какие-то таблицы новые, да, или изменяем существующие, то да, требуется монопольный доступ, пользователи выгоняются из базы, и происходит накатка обновления. Понятно. Ну да, в принципе. То есть, здесь очень сильно все зависит еще от размера базы, то есть, и от размера решения. Сейчас идет тенденция к созданию монстров универсальных решений. Допустим, если брать типовые конфигурации, это 1S ERP. Они очень тяжелые решения. То есть, там может одна конфигурация только занимать, грубо говоря, в районе гигабайта. Вот. И такие вещи, конечно, если что-то происходит серьезное, то они обновляются, могут обновляться долго. То есть, вот в моей практике, работа с большими решениями, обновление происходит, бывает, до получаса. Ого. Ну, как правило, да, как правило, это делается ночью, такие процессы. Не все, но бывают. Бывают. Понятно. Ну да, полчаса, так сказать, там в рабочий день, где-нибудь в разгаре, так, ребята, дружненько, пойдемте попьем чайку. Тут пока база надо обновиться. Да, тут правила просто вносят такие, если обновления требуют большого времени, их просто выносят на ночь, а днем, ну, у нас, например, процесс постоянно так, что мы днем не обновляемся. То есть, у нас днем только могут быть применены какие-то критические патчи, если они мешают работать. Ну, такого часто не бывает. Ну, понятно, да. Ясно. Ну, даже не знаю, что еще такого у тебя про 1С спросить. Интересно, да? Ну, в плане, ну, давай-то расскажу про еще организацию процесса разработки непосредственно. Да, вот этот сайт тоже интересно, расскажи. То есть, разработчик изначально работает в конфигураторе, то есть, грубо говоря, редакторе, мини-иде, который предоставляет сама платформа. Ну, то есть, идет с дистрибутивом платформы. Но разработчики, особенно, которые пришли из других языков программирования, давно просили компанию 1С и намекали, что возможностей стандартного конфигуратора не хватает. То есть, то, что есть в других взрослых IDE, там этого нет. Он, конечно, развивается, его функционал, но развивается достаточно медленно. И давно уходили всякие предложения о том, что надо бы что-то в этом плане менять. Первые решения были в виде плагинов. То есть, для 1С можно писать плагины, внешние компоненты, которые могут решать какие-то задачи. То есть, тут у нас всякие появились, ну, сейчас у них же есть нативные, там всякие сворачилки кода, там всякие подсветки своеобразные, там такие типичные инструменты разработчика, да? То, что есть в других редакторах. Но буквально пару лет назад 1С анонсировала продукт Enterprise Development Tools, по факту представляющий себя надстройку для Eclipse. То есть, разрабатывать для 1С можно на Eclipse, который многие знают. Может быть, если применяешь PHP, помнишь, там в Eclipse была такая штука, как PDD. Да, я за ней следил, когда она еще была там 0 какая-то, вообще чуть ли не альфа-бета, только зарелизилась, тогда еще использовал. Я просто сам помню применял, когда еще не было этих моих любимых IDE от JetBrains. Ну, сейчас для 1С в принципе то же самое, то есть, специальная настройка, позволяющая разрабатывать конфигурацию в Eclipse. То есть, настройка сама пока не подставляется разработчикам, но можно загрузить прям сборку готовую для использования. Она пока находится еще в альфе-версии, но уже использовать ее можно. Ну, конечно, мы получаем, с одной стороны, получаем плюсы богатого инструментария Eclipse, возможность применять все плагины, которые для него есть, там дополнения всевозможные. Ну, да, да. Ну, и получаем тормоза Eclipse. Ну, и получаем тормоза Eclipse. Не без этого. Да, потому что все это, конечно, круто, но я, насколько помню себя Eclipse, Eclipse подтормаживал даже на очень хорошем железе. Ну, может быть, конечно, что-то поменяется в будущем, но пока есть так. Но самое главное, что 1С делает в этом направлении, этот продукт развивается, и, наверное, думаю, через год-два появится какая-то стабильная версия, и можно будет ее применять. Соответственно, появятся всякие всевозможные пути для дополнительной автоматизации, дополнительной автоматизации, и можно будет более комфортно работать. То есть вообще сейчас процесс разработки на 1С, так сказать, переходит во взрослую стадию, появляются какие-то вещи, инструментарии дополнительные, которые позволяют комфортно разрабатывать бизнес-решения. Раньше с этим была прямо настоящая беда. И отсюда, наверное, уймы плохого, некачественного кода на 1С. То есть на 1С бывает качественный код, можно применять подходы в разработке, которые приняты в других языках программирования, но просто главное это делать и изучать. Ну и еще, если мы отбросим Enterprise Developing Tools, стали появляться независимые решения для автоматизации и использования встроенного языка 1С для разработки каких-то сценариев и автоматизации в целом. Появился проект OneScript, который не имеет отношения к 1С, но реализует возможность применения встроенного языка 1С для автоматизации каких-то вещей. То есть можно писать сценарии для системы, ну и можно писать всевозможные автоматизирующие вещи для процесса разработки деплоя на 1С. То есть проект очень крутой, он написан на .NET, кстати, и позволяет прикладным разработчикам 1С писать на привычном для них языке автоматизирующий сценарий. То есть это очень удобно, не требует изучения каких-нибудь того же JavaScript, что там у нас еще CMD, командного интерпретатора, либо там как он, PowerShell называется. То есть раньше какие-то вещи для автоматизации писались все время на другой технологии. Теперь есть технология, которая близка непосредственно разработчику 1С. То есть это очень удобно и позволяет экономить время и ресурсы. Ну вообще как бы да, идея-то как бы хорошая, то есть что ты можешь... Но опять-то она вот тут... Ну с одной стороны, знаешь, как бы она приближает идею вот этого девопса, то есть как бы да, как бы что разработчик ближе вовлечен и в процесс, так сказать, разработки и может уже там как-то участвовать в процессе там выкладки с минимальными, скажем так, затратами каких-то дополнительными, то есть изучение дополнительных там, не знаю, шефа, папета, ансибла, я уж не знаю, там каких-то таких штук. Вот. Но с другой стороны, не кажется ли тебе, что это вот, может быть, больше вызвано тем, что, ну как-то так, не знаю, может быть, повелось, не повелось, что там вот 1С, и значит, если вы там пишете код, то вы его там и обслуживаете, и все. Ну, то есть как бы нет такого вот, как в другом каком-то мире IT, именно когда там программисты, там администраторы, там инженеры, службы эксплуатации, то здесь как-то, ну, по моим ощущениям, поправь меня опять-таки, может быть, если я ошибаюсь, как тебе, наверное, виднее, что вот как-то всегда 1С, это вот, ну, ты же программист, ты же и 1С напишешь, и сервер настроишь 1С, и там к пользователям сбегаешь, принтер подключишь, и вот как-то про это. Нет? Нет такого ощущения? Ну, нет, отчасти, наверное, да, но в целом, я говорю, сейчас намечены тенденции, то есть на более серьезный процесс разработки, и начинает формироваться своя экосистема, то есть 1С, ну, вот я уже говорил, что мы можем работать как-то, то есть предоставлять ее в вебе, да, 1С, решение на базе 1С, можем делать приложения для мобильных платформ, ну, и, соответственно, почему бы не сделать инструмент для автоматизации, то есть для написания каких-то сценариев, то есть и создать такую свою экосистему. В принципе, такое есть, то есть если мы берем веб, да, то есть изначально были всякие IDE, редакторы, да, но сейчас есть тренд на разработку редакторов на веб-технологиях, то есть вроде там можно использовать то же самое, что использовали там 5 лет назад, и там дорабатывать в виде плагинов на другом языке программирования, но это не очень удобно разработчикам, именно веб-разработчикам, поэтому стали появляться такие редакторы, где можно написать плагин на знакомых технологиях, и вот здесь, в принципе, начинает тот же самый процесс. Да, это, конечно, с точки, ну, если говорить про веб, то да, это, в общем, сейчас там всякие атомы и прочее, там вижу, что они в этом плане молодцы, набирают популярность, хотя вот если говорить, например, про именно редакторы там на вебе, мне до сих пор как-то не вызывают особого какого-то такого доверия, и лучше, чем нормальные нативные приложения, там те же самые, какой-нибудь там PHP, Storm, WebStorm, да, и прочее, ну, как бы сложно себе представить, а на вебе сейчас сделать такое приложение, которое будет по функционалу там не хуже, ну, будет тяжелое, неподъемное, все равно будет, сожрет всю память и будет тормозить, так что ох. Ну, тут вопрос, да, то есть мы, вот, я, когда читаю анонс очередного, там, очередной версии Atom, либо Visual Studio Code, становится интересным, раньше мы боролись, чтобы у нас там редактор быстро открывал файл, быстро работал, то теперь мы получаем возможность его простой доработки, но мы сталкиваемся с проблемой именно производительности, да, то есть открыть большой файлик в нем бывает проблематичным. Да, так самое главное, знаешь, это он же, поскольку рендерится тоже все через веб, да, и ты понимаешь, что у тебя там каждая буковка, каждый там, условно говоря, токен в твоем там коде, да, несколько тысяч там строк кода, и вот это надо все же, это все там div, pay, не знаю, спаны, это просто банально отрендерить, это уже сколько нужно потратить ресурсов, но если, имеется в виду, рендерить с точки зрения, как веб-html страницы, да, вот тут, конечно, да, есть еще вопросы, но все равно когда-то все движется в эту сторону, слушай, мы только, кажется, плавно потихонечку уже подошли и к вебу. Ну да, да, в принципе, все, все идет, все идет от веба. Да, сюда. Или все идет, все идет, все идет туда. Все идет сюда, да. Ну смотри, вот расскажи, во-первых, интересно послушать, как ты совмещаешь там 1С и веб, да, все-таки несколько разные по назначению и как бы по подходу вообще технологий, ну стеки технологий, да, вот расскажи, как так получается. Ну, на самом деле здесь получилось как. То есть для веб я начал разрабатывать давно, в первую очередь для себя, для каких-то проектов, и нес на работе идею, что нужны веб-приложения. То есть, как говорится, не 1С единым, и поэтому у нас есть на работе приложения как на 1С, так и на веб-технологиях. Ну, инициатива наказуема, что называется. Ну, отчасти да, но просто веб сам по себе интересен, он более динамичен в отличие от 1С. То есть многие вещи на 1С появляются очень долго, а вот в вебе они появляются быстро, и ты, когда читаешь какие-то анонсы, ты понимаешь, как это можно использовать для помощи компании, компании, в которой ты работаешь. И начинаешь применять, начинается с каких-то маленьких проектов, и потом оно либо разрастается, либо не разрастается. То есть на веб-технологии у нас тоже есть внутренние проекты. Там, где у нас не получается использовать 1С, мы пишем на веб-технологиях. Ну, веб это же есть такие. Это, ну, JS, фронт-энд JS, соответственно. Да, в бэкэнде что вы веб используете? Тоже ноду или там что там, PHP, я уж не знаю, Ruby. В бэкэнде у нас, как правило, либо Node.js, либо Node.js, либо 1С. А, вот так вот. Да, то есть вот здесь начинается такая, можно сказать, тесная связь, когда мы можем написать бэкэнд на 1С, да, и он может там работать еще, предоставлять клиентам, ну, возможности 1С, но отдельным клиентам нужно предоставлять более быстрый фронт, и вот здесь как раз можно его написать на JavaScript, то есть с привычными технологиями, там, HTML, CSS, JavaScript. А на бэкэнде будет 1С, и все это прекрасно работает и расширяется. То есть вот таким образом мы подталкиваем. Да, интересный, слушайся, симбиоз такой получается. Ну, я говорю, да, сейчас 1С пытается просто в разные ниши залезть, и вот веб, вот в принципе, веб, мобильные приложения, то есть очень даже это получается. Ясно. Ясно. Ну, про веб-технологии, наверное, сильно не будем говорить, тут как более-менее все понятно. Расскажи лучше вот как про свою жизнь наставника в HTML-академии, как вообще ты туда попал, как бы, как все началось, ну, когда, как? Ну, изначально я уже использовал, до того, как я пошел учиться в HTML-академии, я уже применял веб-технологии, то есть уже статьи на эту тему писал, но у меня как-то всегда такое было в голове, что нету такого, как сказать, в то время не было такого большого опыта работы там над проектами и вообще выстраивания этого процесса. То есть я самоучка, соответственно, я учился сам, ну, по статьям, по книгам, и вот хотелось посмотреть, как это организовано, ну, более профессионально. И тогда я пошел учиться в HTML-академии, сначала прошел там базовый курс по верстке, а потом как раз появился программирование JavaScript, я его тоже успешно прошел и решил попробовать себя в роли наставника. То есть давным-давно я хотел быть журналистом и попробовать себя в роли журналиста для журнала-хакера, а вот здесь я тоже решил попробовать себя в качестве наставника. Прошел собеседование, прошел его успешно, и меня приняли на интенсивы по JavaScript. И вот с тех пор я работаю уже в этой сфере почти два года. Ого, два года ты уже, так сказать, наставничаешь. Ну, второй год, получается, то есть весь прошлый год, и вот уже половина второго. Ну, понятно. Да, сначала это был просто JavaScript, сейчас вот буду наставничать на... Появились продвинутые интенсивы по JavaScript, и появились по PHP. То есть я вот совмещаю там и там. Ох, как у тебя только хватает на все это время вот это. Ну, так вот получается. На самом деле процесс наставничества мне всегда... Потом, когда я уже первый раз поработал наставником, я понял, что мне нравится работать с людьми, нравится вот сам процесс, как обучаться, так и обучать других. И вот я понимаю, что мне вот эта сфера, ну, наверное, очень близка. Поэтому работа наставником – это, в первую очередь, дано такое удовольствие и выстраивание своих всех мыслей в такие единые цепочки, когда ты можешь... Когда ты понимаешь, как студент изучает технологию, какие у него появляются вопросы, и на уроке студентов появляются вопросы, которые даже у тебя никогда не появлялись. Вот, и на самом деле это просто очень интересно. Ну, и дальше планируете уже заниматься, развиваться в этом направлении. Ну да, тут как бы хочешь что-то рассказать студентам, попробуй понять это сам для начала. А на самом деле, да, так оно и есть. То есть ты когда вроде ты изучил какую-то там технологию, вроде какую-то тему технологии, да, ты вроде понимаешь, вроде как ты решаешь задачи, но у тебя вот, чтобы это дело донести до других людей, то есть вот здесь как раз помогают либо статьи упорядочить свои мысли, потому что когда ты вроде все понимаешь, но пытаешься это объяснить другому человеку, ты вроде начинаешь уже сомневаться, что ты в этом достаточно разобрался. Вот, а это вот прекрасный способ упорядочить свои мысли и знания. Да, это вот здесь не поспоришь. Я тоже вспоминаю там свое преподавание там в институте. Да, это как бы вроде думаешь, ну да, все понятно, а вот когда понимаешь, что надо рассказать, есть что-то там как-то структурировать, все это сложить по полочкам, а еще там тебе и вопросы могут попутно задать. А как, что, зачем тут вот... Да, а вот вопросы, конечно, бывают настолько необычные, странные, то есть ты потом сидишь, думаешь, как вообще к этому можно было прийти, но наоборот, в итоге выстраиваешь какой-то план, да, и пытаешься эти вопросы разрешить. То есть это на самом деле очень интересно, это самая, наверное, интересная часть во время настальничества. То есть студенты приходят к таким вещам, которых ты за свою практику даже большую никогда не приходил и не сталкивался с такими проблемами. То есть это очень интересно. Да, слушай, расскажи, как в принципе этот процесс происходит. Ну там просто чтение курса, да, понятно, так сказать, есть программа некая, ты ее прочитал, там какие-то, не знаю, тестовые задания, лабораторики. Ну я так сравню просто с обычным институтским подходом, да. А вот именно что вот вкладывается в это понятие наставничества? То есть это как бы там люди делают какие-то проекты, они приходят советоваться. Как этот процесс устроен, сколько он там времени занимает вот обычно в таком? Ага, ну процесс обучения в HTML Academy выглядит следующим образом. То есть да, как ты сказал, есть лектор, который читает курс, и студентам предлагается во время курса выполнить свой проект, который потом требуется защитить. Ну, собственно говоря, дальше сценарий таков. Лектор прочитал лекцию, студент начинает выполнять задание. Во время выполнения задания у него, как правило, появляются какие-то проблемы. А если проблемы не появляются, и у нас таких много студентов, у которых проблемы появляются крайне редко, возникает вопрос код-ревью. То есть я вот здесь уже давно, так сказать, усвоил, что любую задачу можно хоть как-то решить. То есть мы можем найти решение в интернете, скачать, в конце концов, со стек оверфлова какой-то там кусок кода. То есть решить задачу достаточно просто, потому что уже все темы, так сказать, разобраны не раз, и найти решение легко. Но вопрос в красоте решения и в качестве кода. То есть если просто скопипастить и не понять, что там происходит, ну вряд ли это можно назвать платворным обучением. То есть ну да, вроде работает, но как это потом применить на других проектах, это уже сложно. Ну здесь наставник берется в работу, он делает, во-первых, код-ревью, обсуждает со студентом те или иные вещи, то есть почему делать лучше так, почему так лучше не делать. Потому что, например, бывает студент, допустим, ну грубо говоря, если так вот перевести к базам, то студент может написать какой-то там запрос, а потом в цикле пытаться его отфильтровать. Там, допустим, не воспользоваться конструкцией V, да? Ну понятно, да. И то есть вроде там, если запрос вернул там 10 тестовых записей, это вроде нормально и вроде быстро и незаметно, но что будет, когда там записей будет миллион или тысячи. И эти вопросы обсуждаются со студентом, показываются слабые места его кода, и он, как правило, принимает это и начинает переписывать. И в итоге к концу интенсива студент получает какой-то такой вменяемый проект, то есть который не просто работает, но соответствует каким-то критериям. То есть в академии есть ряд критериев для защиты проекта. То есть проект должен соответствовать им, и получается более-менее решение, приближенное к реальной жизни. То есть там не будет там детских ошибок, не будет там переменных с ужасными названиями и всего прочего. То есть вот это работа наставника. Бывают другие ситуации, когда студент послушал лекции, и он просто не понимает темы. То есть он не может решить задачу. В этом случае наставник пытается донести дополнительную информацию и как-то пытаться на каком-то примере показать и студента двинуть в нужном направлении. То есть, как правило, когда студента дашь вектор ему, дашь вектор движения, покажешь какой-то небольшой пример, он начинает сам двигаться и уже решает поставленную перед ним задачу. То есть, ну вот, собственно говоря, здесь и заключается работа наставника. Ну и в конце, во время уже защиты непосредственно своего проекта рабочего, наставник допускает проект своего студента к защите, и его проверяют уже не сам, не сам проверяешь, а проверяют его другие наставники. То есть, и в итоге ты проверяешь как бы с одной стороны, студент получает какую-то независимую дополнительную оценку, ну и получаешь оценку ты, как ты работал со студентом. Ну, хороший подход, да, что не просто, так сказать, такой уже какой-то, ну, может быть, не то, что там предвзятый, но уже вот сложившийся, да, такое, а именно взгляд со стороны, что называется такой, как бы насколько действительно все правильно и гладко прошло в каком-то смысле. Да, даётся определённое количество для защиты правильных попыток, и вот на этих попытках уже можно понимать, то есть, вообще, куда двигаться, где-то ты можешь что-то неправильно мог студенту сказать, либо там студент что-то, ну, вернее, ты мог что-то упустить, а студент это, ну, не понял и не сделал. Вот здесь как раз вопрос независимой проверки очень актуален. То есть, вот этот процесс круто сделан и очень удобно. Ну, удобно. Слушай, а сколько времени ты вот так в среднем тратишь? То есть, не знаю, ну, в день, в неделю вот на все эти процессы наставничества? Ну, тут зависит, конечно, от количества студентов, которые закрепляются за наставником. Но у меня в последнее время по пять студентов. Ну, если так берём в среднем, то на студента тратится где-то, наверное, час в неделю, иногда чуть больше. То есть, есть регламентированное количество часов, которые ты должен отработать, да, но, как правило, оно получается. Ну, во всяком случае, у меня получается больше тратить времени, ну, потому что бывает, что требуется дополнительно студенту объяснить. Ну, вот примерно такой расчёт. Ну, то есть, стандартно час на студента ты в неделю тратишь. Понятно. Но у меня здесь немножко выше, ну, да. Не, ну, даже если так, ты знаешь, как бы пять часов в неделю гарантированно, ну, как бы это тоже, их надо где-то найти тоже, так вот, как ни крути. Да, ну, тут, как правило, получается совмещать, то есть, после, ну, то есть, здесь мне на руку играет мой часовой пояс, поэтому можно, когда у тебя закончилась основная работа, ты можешь поговорить со студентами в более комфортном, так сказать, обстановке, то есть, как бы выкраивать особо не надо, то есть, здесь есть огромный плюс. Ну, понятно, да. Потому что в основном студенты, наверное, где-то ближе, так сказать, там, Москва, Питер, где-нибудь в таких каких-то, ну, в смысле, в часовых поясах, да, живут, наверное, ну, в большей степени, чем там. Да, да. У меня за практику, за всю мою практику, работа наставником был один студент из моего города и из моего часового пояса. Я, слушай, а вот ты, так сказать, ну, после уже того, как там товарищи защитились, какие-то, все равно там поддерживаются какие-то, ну, там, не знаю, связи, отношения, то есть, там, студенты периодически там все равно спрашивают или там, ну, пишут просто какие-то. Да, с некоторыми студентами поддерживаются отношения до сих пор, даже у меня вот с первого интенсива такие есть студенты, с которыми мы общаемся и с которыми даже бывают созваниваемся, и они задают какие-то, знаешь, ну, так сказать, житейские вопросы в плане работы программистом, то есть, есть прям совсем студенты, которые до сих пор еще учатся в институте, они не совсем представляют саму специфику работы разработчиков. И вот они задают такие вопросы, то есть, как там делособеседование там, допустим, там, что почитать, там, какие-то литературы, то есть, как вообще процессы организованы. Есть такие студенты, самое что интересное, которые потом к концу интенсива понимают, что вроде как разработка это не их конек, они вроде успешно защищают проект, но понимают, что они больше не хотят заниматься таким процессом, потому что на самом деле может показаться, что интенсив это просто, но на самом деле это сложно и не все доходят до финала. То есть в начале здания идут достаточно простые, и эта простота обманчива, а потом начинаются более серьезные вещи, и там студенты валятся. И вот иногда бывают студенты понимают, что они не хотели бы заниматься вот этим большей частью своей жизни. А есть наоборот, когда приходят учиться уже взрослые люди, то есть у меня вот в практике был студент, студентка, уже в нормальном серьезном возрасте, то есть ей тогда было, наверное, 45, и она решила полностью перекрофицироваться из экономистов в разработчики. Вот это вот для меня всегда такое неожиданно, ну вот я себе смутно представляю, но может быть просто потому, что у меня такого не было опыта, как бы вот взять и вот все, я больше не хочу заниматься тем, чем я занималась там 20 лет, хочу вот что-то новое. А как как бы она чем-то могла это объяснить, ну то есть причины вот такого переключения? Да, мы с ней разговаривали, просто мне было самое интересное, у меня у самого таких мыслей никогда не бывало, то есть уже привык, то есть, наверное, у разработчиков что меняется, это технология, да? Ну да, это вот как бы уже естественное состояние, да, особенно если говорить про веб, а вот именно вот кардинальный подход так вот поменять? Ну вот оказывается, люди тоже устают от своей работы, то есть она вот работала экономистом, и она говорит, я уже устала, то есть я не вижу здесь никакого развития, то есть мне неинтересно, и вот я хочу новую, ну новая для себя амплуа попробовать. Она, во-первых, не только защитила свой проект, она его сделала быстрее, чем другие студенты, студенты более молодого возраста, и она задавала такие вопросы прямо вот, которые, ну наверное, которые хочется услышать каждый наставник, то есть там про организацию процесса, то есть она что-то там все, ну знаешь, записывала во время нашей беседы, там записывала конференции, скайп, чтобы информацию не упустить. То есть она как-то спрашивала книги, то есть, ну вот видно, что человек просто таким серьезным подходом. Ну это всегда приятно, потому что вот я тоже там вспоминаю свои там институтские преподавания, когда там сидят перед тобой, ну что там обычный, да, там институт, там эти 20, не знаю, 15-20 человек, и из них там, ну там 70-80 процентов, они просто пришли, ну потому что пришли, да, вот у них там никакого желания, интереса нету, да, и есть там несколько, вот которые там, значит, там смотрят, задают правильный вопрос, и вот только за счет них как бы, ну еще какой-то интерес есть, потому что когда там у студентов, они приходят просто потому что надо, или там их там, не знаю, направили, что надо прийти, там сказали, что вот как-то, не знаю, там родители, либо еще по каким-то предлогам, тут как бы и желание это преподавать теряется как таковое, вот, поэтому, конечно, такие правильные вопросы всегда стимулируют, знаешь, даже как-то так воодушевляют, я бы сказал, наверное, больше. Да, и еще просто когда студент тебя просит, ну давай там, то есть я как бы никогда не придержусь правила, что я должен только консультировать по проекту, если задают какие-то вопросы, ну связаны вообще с разработкой, с процессом обучения, я всегда рад помочь и ответить на такие вопросы. Когда там студент тебя просит, там, вот, возьми мне такую-то тему, там, вот, я не знаю просто как, ну, на самом деле, это стимулирует тебя как наставника, то есть ты уже как-то готовишься к этим вопросам и понимаешь, что ты реально помогаешь человеку, там, для решения его каких-то, там, проблем. А если там человек решил переквалифицироваться из одной профессии в другую, то ты, блин, решаешь его практически жизненную какую-то проблему, то есть на самом деле это очень круто и стимулирует изъяснять правильно и стараться, ну, допустить каких-то ошибок, чтобы студенту было потом легче дальше. Ну да, понятно. Ну, я так понимаю, в общем, основная цель, которую ты преследовал, это вот, так сказать, внести добро и света в массы, что называется. Ну да, да, то есть именно так, да, то есть изначально ты начал с статьями, в статьях этим заниматься, ну, работать с живыми людьми гораздо интереснее, то есть ты сразу получаешь фидбэк, наставников в конце интенсива оценивают, то есть у студента есть специальная формочка, где он может поставить оценку тебе, написать комментарии какие-то, и ты не будешь знать, какой это именно студент тебе написал, то есть это вот очень круто. И ты понимаешь, когда ты получаешь там максимальную оценку в конце интенсива, думаешь, вау, классно, значит я сделал свою работу хорошо, то есть я кому-то помог. С статьями здесь, конечно, все сложнее, потому что фидбэк ты можешь получить намного позже, чем ты написал статью, да, то есть, как правило, там в журналах во всех от написания до публикации проходит там месяц, там бывает даже чуть больше, вот здесь фидбэк может запоздать еще там на какое-то время, а вот здесь сериальная связь, то есть тебе сразу говорят, что так, что не так, очень классно и мотивирует дальше изучать, что там и нести, так сказать, знания. Ну ясно, слушай, ну я думаю, именно эти же побуждения, наверное, побудили тебя организовать и Хабаровск.js, метап, который буквально недавно прошел, был такой первый в вашем городе, в Хабаровске, да, расскажи вот тоже, так сказать, немножко про это направление своей деятельности, то есть, опять-таки, как у тебя появилась идея, ну она сейчас много где набирает обороты, но интересно, вот с чего вдруг ты решил, и как бы какой-то были предпосылки там какого-то сообщества, как ты вообще думал, много ли там, мало народу будет, не будет, вообще есть, нет, ну и, собственно, как все в итоге прошло? Ну, вообще идея сделать какое-то такое мероприятие, она у меня уже витала давно, наверное, уже как года два, а то и три. У меня изначально было мнение, я сам родился не в городе Хабаровске, я сам с маленького городка, и мне всегда вот хотелось, когда еще в то время читал журнал «Хакер», там постоянно были анонсы каких-то мероприятий для разработчиков, для администраторов, ну для, то есть, для IT-специалистов так называемых, да, мне всегда хотелось что-то вот подобное, чтобы было в моем городе, куда можно сходить, пообщаться с коллегами, вообще посмотреть, обменяться опытом, ну то есть, ну как бы получить какие-то знания. Но, к сожалению, даже переехав в большой город, мы в Дальнем Востоке, я такого не видел, то есть, у нас какие-то метапы, конференции бывали крайне редко, то есть, так как правило, раз в год, и зачастую они были такие более общие темы, то есть, ну, по 1С здесь все понятно, здесь вопросов нет, такие встречи проводятся, а вот по веб-технологиям таких встреч как бы не было, то есть, были, да, мини-конференции, где затрагивались веб-технологии, но это все же было не целиком про веб-технологии. Вот мысль назревала, 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 и потом я послушал один из выпусков подкастов веб-стандарты, где ребята как раз, Вадим Макеев и Алексей Симоненко, говорили про, был кто-то в гостях, я вот сейчас не помню, по-моему, парень из Frontalks. Олег Мохов, наверняка. Да, да, все верно, да, Олег Мохов, вот он как раз рассказывал про свой опыт организации метапов, конференций, вот как-то послушал, это, по-моему, даже было в ноябре прошлого года, и вот как-то воодушевился и понял, блин, надо же нам что-то такое сделать в нашем городе, пусть хоть и Хабаровск загорится на карте. Потом полез искать вообще информацию, может где-то что-то происходит, это я просто этого не знаю, но не нашел, зато нашел репозиторий на гитхабе, где перечислены все локальные конференции и метапы, и увидел, что Хабаровска там вообще нет. Дальше начался процесс обсуждения, ну, осмысливания идеи, то есть как это должно быть, что делать, ну, опыта, поскольку у меня в этом не было, и я обратился к своему приятелю, который, собственно говоря, помог организовать HGS, то есть без него бы, наверное, ничего не получилось тоже, Денис Ткаченко, вот, он уже проводил на местном уровне мероприятия NixDV, участвовал в других конференциях, то есть у него уже какой-то опыт организации подобных процессов был, вот, и мы обсудили эту идею, ему идея тоже понравилась, и мы решили попробовать, то есть изначально мы хотели сделать HGS в декабре, ну, как всегда возникли какие-то сложности, там, рабочие командировки, рабочих вопросов много, и не было времени даже в выходные позаниматься вот этими организационными моментами, и вот здесь вот уже к маю добрались, в итоге, уже, так сказать, наметили что-то куда-то, и начали решать вопросы, вопросы, которые возникали в процессе подготовки. Изначально оказалось, как раз по подкасту, который я послушал в «Стандарты», что это сложно, но не так, не так чтобы, но когда ты начинаешь заниматься этими вопросами, понимаешь, что это на самом деле еще сложнее, чем ты мог послушать, то есть возник, я на этом метапе, на первом сказал, если вы хотите перестать спокойно жить, организуйте свой метап, вот, то есть тут начиналось все именно, ну, от создания самого сайта, да, для мероприятия, рекламы его, поиска докладчиков, слушателей, и когда город маленький, здесь все в этом плане сложнее. Я изначально рассчитывал, что наш метап посетят человек 20, но потом выяснилось, что их уже регистрация была 58, но в итоге пришло 40, то есть для первого метапа, наверное, неплохой результат. Нет, это, мне кажется, очень хороший результат, да. Да, то есть 40 человек, ну, мы заняли места, которые, ну, предполагали в арендованном зале, и, ну, прошло круто, единственное, конечно, не обошлось без эксцессов, и вот эти шишки, которые набили, мы записали, на ними поработаем, то есть проблема первая, это докладчики, да, то есть я теперь понимаю, как тяжело редакторам уже, но вот, когда они работают с авторами, которых ты не видишь удаленно, а тут даже ты вроде их видишь, они близко в твоем городе, но все может пойти в последний момент не так. И вот, например, у нас там два докладчика потерялось, причем потерялись они перед самым стартом всего этого мероприятия. То есть сейчас, конечно, об этом говорить уже легко, но вот именно в субботу, когда ты знаешь, что уже пришли люди, где много пришло, надо что-то рассказывать, у тебя два докладчика слилось, это, конечно, такой процесс не очень приятный. Да, это, конечно, ситуация не самая радостная, главное, тут особо, знаешь, как бы запасных вариантов-то особо так вот не придумаешь. Да, да, да. То есть не будешь же ты там, кстати, готовить там четыре или там, не знаю, шесть докладов, из-за которых два заведомо, ну, не прочитаются, то есть немножко такая ситуация. Да, ну и что, вы тоже устраивали, так сказать, там прогоны как-то, проводили что-то такое, подготавливали доклады? Ну, мы прогоны докладчиков не устраивали, потому что просто на первом, ну, на первом пляте было других куча вопросов, там, такие связанные с арендой зала, изготовлением этих сувенирных наклеечек, то есть у нас там наклеечки мы сделали, заказали, то есть все как-то так более-менее приблизились. Общение с местными порталами, СМИ, чтобы дело все, ну, прорекламировать. И вот на прогон докладов, к сожалению, времени не было, то есть свой доклад, конечно, прогонял несколько раз перед выступлением, но вот чтобы послушать докладчиков, такой возможности не было. Ну, тут надо отметить должное, те докладчики, которые выступили, у нас планировалось пять, а выступило трое, все молодцы, то есть получилось очень круто, много полезной информации. Ну, да. И дальше, конечно, мы этот процесс будем оттачивать. Да, слушай, самое интересное, как вообще с точки зрения, ну, прошло, имеется в виду, по реакции вот посетивших, то есть как-то все же какое-то зародилось, ну, было после этого там общения, да, то есть интерес к следующим докладам, может быть, кто-то там какие-то уже проявил там желание выступить, еще что-то такое. Как по твоим впечатлениям? Ну, сообщество, во-первых, все пришедшие гости положительно отнеслись к мероприятию, то есть всем все в целом понравилось. То есть даже то, что мы переживали с Денисом, что что-то пройдет не так, то, что докладов мало, оказалось, ну, не все это заметили, то есть было круто. И появились волонтеры, самое главное, появились ребята-волонтеры, готовые помогать в этом нелегком вопросе. И вот после мероприятия уже стало понятно, что HGS должен быть на регулярной основе, уже есть какой-то костяк слушателей, то есть слушатели были разных возрастов, то есть были, кто уже работает, много было людей, кто уже работает в индустрии. И были люди, которые специально приехали из двух городов, то есть, если брать, то это Хабаровский Владивосток, то есть там почти тысяча километров. То есть один парень приехал из Владивостока к нам, из Комсомольска были. Да, из Комсомольска были. И вот пообщавшись с людьми, ну, стало понятно, что мероприятие понравилось и надо продолжать его делать. Собственно говоря, после этого мы сразу запланировали второе мероприятие HGS-2, которое пройдет уже 22 июля. И дальше мне бы, конечно, хотелось бы, чтобы это мероприятие стало на постоянной основе где-то примерно раз в два месяца, два с половиной. Мне здесь очень нравится идея и организация, как делают Вадим Макеев, Алексей Симоненко, что они проводят по стране Питер ЦСС. Ну да. Да, вот мне вот что-то хочется подобное такое сделать для Хабаровска. То есть если в Питере есть куда сходить на какие-то митапы, здесь, собственно говоря, особо никуда не сходишь. Ну, теперь уже есть как минимум одно мероприятие, так что… Ну, то есть по веб-технологии, наверное, да, оно первое, одно и пока на какое-то время будет одним. Но потом у нас есть идея еще сделать отдельно именно по верстке, да, то есть типа HDSSS. Вот, ну, то есть над этим работаем еще. Не-не, ну, если будет интерес, то я думаю, что действительно уже появились какие-то там волонтеры, то есть ребята, которые готовы помочь, то, в принципе, я думаю, что оно может само, так сказать, естественным путем и как-то дальше развиваться. Да-да, то есть вот это, конечно, хотелось бы все поднять на более новый уровень. У нас тем более планировалась битва фреймворков на этом мероприятии. То есть мы хотели такое сделать экспромт, чтобы народ попрограммировал в реальном времени, да, решил там простую задачу. Причем решил задачу на примере нашего сайта-мероприятия, да, на своем любимом фреймворке. Но, к сожалению, битва у нас не стоялась, потому что желающих было, ровным счетом, два человека. Ну, и мы его дали на домашку, и вот сейчас ждем как раз кто что решит. То есть такие, наверное, мероприятия сами по себе организации сложны, потому что они все готовы кодить в режиме реального времени. Да-да, это все же там не хакатон, где ты намеренно как бы уже идешь код. Да-да. Нет, ну ты знаешь, всякие вот такого рода там какие-то квесты, там, не знаю, тесты, они вполне себе показывают неплохо. Вот мы, например, на одном из наших там симфоньяков, ну, я, так сказать, там являюсь организатором из симфоньяк, тоже мероприятия PPHP Symphony, и мы там ребята-организаторы, там 8-бит-группы ребята помогали, сделали такую нарезку небольшую там из тестов на сертификацию симфония, и там, собственно, там ребята были, как раз таки это было после симфоникон, поэтому они там привезли несколько сувениров, ну, таких фирменных, там, сумка, кружка, еще что-то, и, в общем-то, там набирали баллы, там много у нас, ну, там не половина, ну, не знаю, несколько десятков человек поучаствовали, соответственно, и там победители, там, получили там свои, там, кружки эти, сумки, что-то такое, ну, то есть такой был спортивный интерес, и главное, что особо много времени не занимало, то есть там буквально, там, минут 5, чтобы пройти там эти 10-20 вопросов с примерами кода, где-то там дописать код, скорректировать, ну, знаешь, такие довольно-таки, то есть... Классная идея, надо взять себе на заметку, то есть, если с кодингом в реале это сложно, то есть такие как раз штуки могут как раз очень даже... Да, 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 вполне себе. Ну, вот у нас положительный опыт про это, мы прям... Поэтому рассказываем. Ну, на вторую хаджес попробуем что-нибудь, что-нибудь подобное сделать. То есть, ну, вот тут, кстати, это даже, вот, опять же, вроде все это, конечно, как говорится, программирование-то, ну, все онлайн, да, все, как правило, сядут там у себя дома, там, в офисах, да, работают. Но вот во время подготовки конференций, кстати, вот очень... Я уже понял на собственном пути, что очень важно иметь какие-то оффлайновые штуки, которые там можно с собой инвести. Вот мы сделали наклейки, вот ты вот рассказывал про кружки, и вот на самом деле такие штуки очень, оказывается, народу нравятся. И вот дальше тоже планируем продолжать делать какую-то такую свинирную продукцию, которая распространяется среди участников и позволяет как-то выделиться, что да, я там был на таком-то мероприятии. Ну, да, да, тоже согласен, что, в принципе, это такой имеет положительный, однозначный эффект. Слушай, ну, я могу тебе пожелать только успехов вот в этом направлении, вот, коль ты уж, так сказать, взял на себя такую инициативу и вот пытаешься тащить это вперед, вот. Вот, так что надеюсь, что все сложится и найдутся, так сказать, плечи, там, руки, ноги, головы, которые помогут тебе в этом деле. Давай, наверное, потихонечку закругляться. Мы вроде так неплохо обсудили все, что хотели. Вот, если что-то есть, что добавить, то самое время. Да, в принципе, добавить нечего. Хочется всем слушателям пожелать, чтобы никогда не останавливались на своем развитии, на своих знаниях, то есть всегда их получали больше. И верили, что нет ничего невозможного. То есть я сам одно время верил, что, был уверен, что тяжело организовать конференцию, но вот мы с моим приятелем, как я сказал уже, Денисом Ткаченко смогли это сделать. И на самом деле, я думаю, в каждом городе это можно провести. То есть паттерн смасштабировать для других городов. И это круто, когда у вас в городах есть какие-то вещи, ну, сообщество, да, по интересам. Вы можете поговорить, обсудить наболевшие темы, ну, и просто пообщаться с приятными, интересными людьми. Поэтому больше метапов, ну, и всегда пополняйте свои знания. Ну, мне кажется, это отличное пожелание. Вот, Игорь, спасибо тебе большое, что пришел в гости, даже несмотря на семичасовую разницу в записи между нами. И, друзья, ну, а вам спасибо, что слушали и были с нами. До новых встреч. Пока-пока. Всем пока.